Добрый день, коллеги! В этом видео я кратко расскажу о платформе ClickSense Desktop, о том, как ее можно интегрировать в само CRM, зачем все это нужно, и вместе с вами в течение буквально 5-10 минут построим небольшой аналитический отчет. Итак, приступим. ClickSense Desktop – это инструмент для интуитивного анализа данных, как говорится на сайте разработчика. С технической точки зрения, ClickSense – это платформа для анализа данных, которые автоматически загружаются из большого количества разных источников, например, из Excel-файла, локальной базы данных, удаленной базы данных, возможно, AMA-CRM или другого интернет-сервиса. При этом, чтобы объединить информацию из разных источников, вам не нужно нанимать штат из 25 программистов, достаточно назвать колонки с информацией одинаковыми именами. ClickSense всю остальную работу сделает за вас. Чуть позже, в том разделе, где мы будем создавать свой аналитический отчет, вы увидите, как это работает. И плюс к этому, платформа имеет красивый, современный, удобный дизайн, мощное аналитическое ассоциативное ядро, с работой которого вы также познакомитесь во второй части видео, и множество других крутых фич, которых мы в этом видео касаться не будем, но отдельным выпуском обязательно рассмотрим. Итак, давайте приступим к практической части. Для начала разберемся тем, что вам нужно, чтобы использовать ClickSense Desktop и данные за AMA-CRM. Первое. Вам нужен компьютер с 64-битной версией Windows. Windows должен быть свежим. Если мне не изменяет память, на данный момент самую последнюю версию ClickSense возможно запустить на Windows 7 с установленным сервис-паком 2. Также для работы платформы понадобится .NET Framework версии 4.5.1. Вообще, со всем этим делом можно не заморачиваться, просто перейти на сайт издателя, скачать программу. Сейчас я продемонстрирую, как ее можно найти в поиске. Также в описании к этому видео будут все ссылки, которые мы сегодня будем использовать. Вот, я зашел в Google, ввел ClickSense и первая рекламная ссылка у меня появилась в ClickSense Desktop. Это, наверное, потому что я часто его ищу. Забьем в поиске так. Да, и увидим естественную ссылку на первом месте. Переходим по ней. И вот мы попали на страницу загрузки ClickSense Desktop. Здесь можно будет ввести все данные, нажать кнопку загрузить. И в течение 50 минут у вас будет установщик самой свежей версии платформы ClickSense Desktop. Я этого делать не буду, чтобы сэкономить время. Уверен, что большинство зрителей с этим справятся самостоятельно. Если вдруг по какой-то причине у вас не получится, можете написать мне по контактам, которые также будут под видео. И мы обязательно вам поможем. Дальше запускаем ClickSense. У меня он уже открыт. И создаем новое приложение. Нажимаю кнопку Создать. Приложение создалось и предлагает мне сразу же его открыть. После того, как проект загрузился, мы видим окно загрузки данных. Для того, чтобы подключиться к КАМ-СРМ, нам нужно выбрать редактор загрузки данных. Он находится справа. После того, как мы зашли в редактор загрузки данных, нам нужно создать новое подключение для того, чтобы установить соединение с АМА-СРМ. Создание нового подключения находится в правом верхнем углу. Нажимаем один раз на кнопку. И среди различных опций выбираем АМА-СРМ-Коннектор. Если у вас его здесь нету, значит по какой-то причине он некорректно установился в систему. Или вы не выполнили предыдущие шаги по установке коннектора. Далее нам нужно ввести все необходимые данные для подключения. Этими данными являются ваш логин, API-ключ от АМА-СРМ, адрес портала, из которого вы хотите выкачивать данные, и если у вас есть лицензионный ключ, без которого вы сможете загрузить только 20 сделок. Итак, для начала получим АМА-ключ. Для тех, кто не умеет, это делается следующим образом. Заходим в ваш портал АМА-СРМ, в раздел настройки, затем раздел API, и копируем API-ключ, который указан. Логин – это ваша почта, под которой вы авторизуетесь на портале АМА-СРМ. Адрес портала, обязательно указывается HTTPS. Есть известный баг на эту тему, но в ближайших релизах мы обязательно его поправим. И также указываете лицензионный ключ, который у вас уже должен быть. Если нет, то можно обойтись и без него. Затем жмем кнопку «Проверить подключение». Если все данные указаны правильно, а они у меня оказались указаны неправильно, я ошибся на одну буковку. Коннектор напишет, что все окей, и кнопка «Создать» станет активной. Нажимаем на нее. Через несколько секунд в правой части экрана мы увидим новое соединение. Следующим шагом нужно выбрать те данные, которые будут загружаться в Кликсенс из АМА-СРМ. Для этого нажмем на кнопку в виде таблицы с галочкой. Один раз. Подождем несколько секунд. И Кликсенс подключился к АМА-СРМ. Слева мы видим список всех доступных таблиц на данный момент. Сейчас мы не будем углубляться, какие таблицы здесь есть, какие данные в каждой из них представлены. Скажу вкратце. В общем, все то, что вы можете найти в АМА-СРМ, можно найти и в этих таблицах. Плюс некоторые дополнительные крутые штуки. Для наших сегодняшних нужд нам хватит двух таблиц. Сделки и статуса сделок. Отмечаем их галочками. После того, как загрузка в середине экрана исчезла, нажимаем в правой нижней части окна кнопку вставить в скрипт. После этого в нашем скрипте загрузки должны появиться вот такие вот данные. На данном этапе нам не нужно понимать, что это все значит. Достаточно будет того, что у вас на экране произошло нечто подобное тому, что вы сейчас увидели на моем. И теперь нам осталось нажать кнопку «Загрузить данные». Она находится в самом правом верхнем углу. Нажимаем ее. Начинается процесс подключения к АМА-СРМ и загрузки данных в том виде, в котором они впоследствии будут использоваться в кликсенсе. Так, процесс закончился. Мы загрузили 216 сделок и 6 статусов сделок. Закрываем. Коллеги, поздравляю, мы справились с установкой кликсенс и загрузкой в него данных из АМА-СРМ. Остался самый важный и самый интересный этап. Что-нибудь сделать с этими данными полезного. Для этого в левом верхнем углу есть выпадающая кнопка со знаком компаса. Нажимаем на нее и видим доступные разделы. В данный момент нас интересует обзор приложения. Если нажать на кнопку с надписью, мы откроем эту ссылку в текущем окне. Если нажать справа на значок с двумя окошками, эта ссылочка откроется в соседнем окне. Это более удобный вариант, на мой взгляд. В каждом проекте кликсенс может находиться несколько листов. Примерно так же, как в файле Excel. Чтобы нам начать визуализировать данные, нам нужно создать первый лист. Для этого нажмем на кнопку плюс и назовем его. Как-нибудь, как нам нравится. После создания кликаем на лист. И вот мы попали внутрь этого проекта. Чтобы нам добавить данные, нужно изменить лист. Кнопка изменения находится в верхнем углу. Нажимая эту кнопку, мы меняем режим просмотра проекта. Кнопка изменения подразумевает, что сейчас мы будем вносить новые диаграммы. Кнопка готова. Означает, что теперь мы перекратили редактировать наш дашборд. И хотим просто анализировать данные. Коллеги, у меня, к сожалению, заканчивается лимит на 15 минут на видео. В моей программе для скринкастов. Поэтому продолжение смотрите во второй части. Продолжение следует...